Доброе утро, в эфир информационная программа репортера студии Маргариты Шибукова. Сегодня будет другий пленум Совета областного объединения профсоюзов. Размова поди об обороне прационных правов и социально-экономических интересов членов профсоюзов. Так само будут обмерковываться склад Совета и Президуума Совета Объединения. Регистрация у дельника пошнется у 10 годин у Доме профсоюзов. Подписная кампания на ближайшее поугодие, так само математичная накерованность выданию, что выходит у медиахолдинг Модовецкого дома «Звязда». Разглядались под час промого эфиру, передача задай пытание уладе на радио «Гомель плюс». Гостями студии стали наместник галунного редактора газеты «Звязда» Миколай Литвинов и уластный корреспондент газеты «Звязда» по Гомельской области Ирина Асташкевич. У складной бунешага беларускага медиахолдинга «Выдовецкого дома «Звязда» сегодня выходят часописы «Полымя», «Неман», «Алеся», «Вожик», «Молодость», «Бяроска», «Родная природа». А так само газеты «Литература и Мастастова» и «Звязда». У каждого выдания своя тематичная накерованность и взростовая аудитория. До прикладу часопис «Полымя» смешает творы лепших отчинных письменников, «Бяроска» различена на детей и люстровая их творчость. Часопис «Алеся» расповедает про ведомых беларуских особов. Основное выдание медиахолдинга «Безумовна газета «Звязда». Она выходит пять разов на тыдень. До того же с пауной периодичностью у ее смешаются тематичные сторонки додатки. До прикладу мясовое самокерование, диалог помещу лады и народа. «Жарандоля» расповедает про культурное житие Беларуси. Союз «Еуразия» осветляет падеи, які отбываются на еуразийской просторе. На сторонках «Звязды» и ее додатков так само можно знайсти цикавую информацию об спортивных падеях и особах, материалы, накерованные на умоцывание здоровья и семейных каштонностей, а так само рецепты и страу, анекдоты, парады для огородников, рыжаванки на беларусской мове. Треба знашись, газета «Звязда» – одинное республиканское выдание, яко цалком выходит на беларусской мове. А я с Шеуёй публикуется специальная рубрика «Размовляем по беларуску», якая створается суместно с телерадой компанией «Гомель». У нас есть совместный проект, разом с «Гомельской телестудией» «Беларадой компанией» «Размовляем по беларуску». Конечно, это проект, накерованный на популяризацию беларусской мовы, покольки наша газета «Звязда» выходит на беларусской мове, выходит уже амаль ста годзе. И тому вельми цикава была популяризовать сярод телеглядачоу и наших читачоу. Такого разумения, что беларусская мова – это родная. Я думаю, что с допомогой нашего проекта мы научим размовлять по-беларуску. У Гомельским держану машинобудовнишем колледже прошла, что годовая навыково-практичная конференция от инноваций до эффективного вынеку. За пять годов она фактично стала международной. А кроме беларуских вынаходок, на её представили и российские, с некоторыми из них познайомилась Ганна Ковалёва. Этот маленький робот способен проводить доследование навокольного сяродя. С допомогой его сенсоров можно вызначить уровень радиации, температуру, вельгодность поветра и инши дадзины. Усё, что требует для его кирования – телефон с блютузом або доступом в интернет. При этом координовать рук робота можно на далеклости километра на протягу прикладных годзинов. Сюда прибор с права рук наученца Гомельского машинобудовнического колледжа. Максим Кирьянов працавал над ним целый год. И вот нарештый представил на навыково-практичной конференции аденовации до эффективного вынеку. Робот сделан для того, чтобы можно было исследовать участки, на которые человек попасть не может. То есть, например, тот же самый Черновый. Мы можем отправить туда робота, получить все данные о его сенсорах на мобильном телефоне либо ПК, и уже дальше решать вопрос о том, что можно туда пускать в путь, либо нет. Зараз Максим працует над новой версией робота, которая может перемещаться не только по суше, а и по воде, и по поветру. А кроме ОГО, свои вынаходки на конференции представили навыкшенцы больше 20 белорусских и российских установ адвокации. Сярод представленных инноваций и те, яке уже зараз променяются на практице. Одно из таких – система контроля доступу. Сюня она выкарастовывается в будинку интерната Гомельского машинобудовничего колледжа. У каждого вушня есть именная карта. Про ее сшитвание программа выдаёт дадзины обладальнику. Фотографию, номер учебной группы и покоя в интернате. История наведывания заховывается у особную базу дадзины, якую в любой момент можно проглядеть. На данный момент программа, в общем-то говоря, проходит тестирование в общежитии. И пока не очень хорошо удаётся разграничить именно поток. Но это в будущем будет решено установкой второго считывателя. Один, который будет поставлен на вход, а второй – на выход. Это поможет снизить поток людей и, собственно, решить данную проблему. Один и белорусский аналог – вельми узкопрофильный. При этом его кошт – каля 3000 долларов. На вынаходство ж гомельских навыкшенцев спотребилось аусяго 100 тысяч белорусских рублёв. Уже сённях этой системы затекавилися лядовый палац и гомельский гандлёвый экономичный колледж. Технопарк наш в Минске проводил научно-техническую выставку, на котором было представлено 80 проектов. Из них 30 прошли в финал. Четыре из них представлены Министерством образования. Вот один из этих проектов – это проект нашего колледжа. Он сейчас проходит стадию коммерциализации, то есть будет рассмотрен вопрос о практическом внедрении. Усякона конференции прогучало больше як полторы сотни докладов, а до усеяны увойдутся в традиционный сборник теоретичных прац. Але самое главное тое, что уже зараз эти инновации истнуют не только на паперы, а з'являются дзючими моделями. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». На головной ёлце Гомеля запалились святошные огни. У Суэзи Шым на площади Ленина прошли массовые гулянни, концерт лепших творших коллективов областного центра и вядомашь со стрэча с Дедом Морозом. Раз, два, три, наша ёлочка горит! Дедушка, не работает твоё волшебство! Третий раз, работай! Головную ёлку Гомеля упрыгожили больше як пять с половой тысяч энергозбирогальных светлодиодных лямпочек. Вышеня новогодней прыгожуни в этом году склала амаль 32 метры. На Верховине установлена новая Вифлеемская зорка. У целом площу Ленина оформили в комплексе. Тут усталявали резиденцию Деда Мороза, пятиметровую ёлочную цацку и гигантский подарунок. Заявилось и так само другое зорное небо, город Майстру и Гондлёвые роды. Основная же иллюминация на магистральных улицах областного центра будет уключена с 24 на 25 снежня. Назначена комиссия о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление городских объектов в районах. Комиссия будет осматривать все элементы новогоднего оформления районов и итоги будут подведены в срок до 15 января. Сегодня означается День белорусского кино. Минавито 17 снежня 1924 года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворчасти УБССР. И в этот день было створено Державное управление по справах кинематографии и фотографии Белдзяжкино. В 1926 году белорусские глядачи убачили первую очинную стушку «Лесная быль» Юрия Тарыша, створенный по оповести Михася Чарота «Свинопас». За минулый час киноведая сетка Гомельшины зарабила значный крок наперед. Шмат, які кинотеатры працуют с використанием сучасных лишбовых технологий. Яны обсталяваны комфортабельной мэблей, кондиционерами и великими экранами. Дарайши, у гэтых установах створены усе умовы для комфорта у наведвальников. Все лето у Гомеля запустили новый, уникальный для нашего региону и у целым для краины проект. Онлайн-трансляция знакомитых театральных, оперных и балетных постановок сусветных сцен Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Варта знашить, для большого притягнения глядашоу яны супровожаються циковой культурно-забавляльной шоу-программой яскравыми вокальными, танцевальными и инструментальными номерами. А кроме показов запотрабованных российских и замежных киностужек, у кинотеатра Гомельшины регулярно транслируются и киноновинки белорусского кинематографа. Яны супровожаються творшими сустрэшами с творальниками фильма. Межтым на гомельским предприемстве Кинотауру есть специальный альбом, у яким покинули свои записи такие знакомитые белорусские, российские и советские киноасобы, как Михаил Пугавкин, Нина Сазонова, Рыма Маркова, Олег Видов и многие иншие. Тут так само свято заховывают память об тем, как развивались кинотеатры Гомельшины у советские годы. До того ж сёння, у День белорусского кино, у Гомеля по традиции отбудется ушанование заслуженных работников, які унесли значную укладу развитёг Алины. чествование наших ветеранов, заслуженных людей. Коллектив вообще замечательный, но среди замечательных есть ещё лучшие, которые проработали не один десяток лет в кинотеатре, которые внесли свою лепту в то, чтобы вот сейчас мы имели то, что мы имеем. Поэтому в День белорусского кино мы организовываем чествование наших лучших людей, которым будут вручены грамоты, ценные подарки и денежные премии. И на этом по колюсё за развитём паде и сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения.